привет дегустаторы вы когда-нибудь ловили себя на мысли что испытываете ничем не обусловленное чувство предвзятости предубеждения даже по отношению к определенным брендом или товаром кстати сегодня у нас open little day на обзоре прошу любить и жаловать так вот со мной такое происходит частенько я например не покупаю товары фирмы фила по неведомой не причине совершенно иррациональной то ли логотип не то то ли название неблагозвучное не могу объяснить хотя де-факто товар хорошие особенности по соотношению цена-качество ничем не лучше не хуже конкурентов так вот с виски то же самое продукцию дистиллерий open я обходил стороной довольно долго почему не знаю ну как не то пальто что называется да попробовав раз их фронтмена open 14 летней выдержки я понял что особо то не потерял виски конечно интересный своеобразный но называется не моя палитра бывает и такое вот тем не менее настоящий дегустатор должен обладать горячим сердцем и холодным разумом но про чистые руки и современных условиях и вообще излишне напоминать а пожалуй оставлю так будет поэстетичнее поэтому когда знаете мой приятель притащил целую литруху open little bay мои ожидания мягко говоря были весьма скромными хотя казалось бы виски курни у нас с истории 18 век 1794 года наистарейших шотландии располагается на самом западе северо-запад highlands из порта обман собственно уже видны внутренние гибридские острова и остров мал о которой мы обязательно поговорим в следующих передачах есть что посудить ну и географии расположение обусловленный характер виски пограничное значение между суровыми островными молотами и типичными фруктовыми и медовыми highland крошечная всего два перегонных куба то есть производительность немногим больше чем 500 тысяч литров в год это мало приближает правда концерну даяджо эти ребята как мы знаем они умеют алмаз превратить в стекло но не будем об этом по крайней мере сегодня любом случае здесь мне пришлось по душе презентация море чайки и красной каймой вот это завлекал очка посмотрите поближе надеюсь будет видно small cask довольно интересно что же нас ожидает кстати именно а спорта обмен первый шотландские мигранты и пилигримы отправлялись в америку так вот таким путем бежал и знаменитый клан макдональдов от преследований и как мы видим не зря что по ттх имеем 43 процента алкоголя на борту уже неплохо конечно же виски окрашенный прошел холодную фильтрацию но 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 уже я чувствую неожиданный и интенсивный аромат обволакивающий в чем-то даже сладкий обольстительный я бы сказал очень очень неожиданно давайте знакомиться поближе виски у нас не сказать что через чур плотный но консистенция приятная слезки тут как тут довольно органично смотрится в бокале ну и аромат первое что приходит на ум конечно же это конфеты и рис и нежная нежная абрикосовая буквально такого и сухофруктного плана в том числе до леденцы потом добавляется крем сода вот здесь со стороны хорошо пошла ваниль яркий аромат он довольно насыщенный добавляются хлопья такая тема булочная булочки бриошь медовость и проступает легкая цветочность очень приятный располагающий никакого намека на злость спиртовость на суровый соленый шотландский ветер какой-то он не не обанский уж слишком дружелюбный давайте отведаем сланчем а мягкое начало персик абрикос это вот абрикосовая кожица в окончании вода что-то такое соленая соленая добавилась у северный ветер салона сладкая карамель что ли мечтам подобная нуга и гвоздичка но без горчинки без кофеинки ну что я впечатлен безусловно да как вы видите не первый раз я его тут откупорил и каждый раз меня впечатляет это расположение к себе он настолько мягкий но при этом не блеклый интенсивный окружает вас фруктовой экспрессии замечательно давайте сюда добавим капельку буквально каплю у нас и так 43 до качестве экспериментов как знать ну и посидим посудачим и где-то через полчасика я вернусь подведем итоги идеальный сыпер как бы сказали в англоговорящем мире то есть вот так потихоньку попивать без каких-либо перетрубаться и все очень мягко все очень плавно обволакивает приятное послевкусие карамель и риска но и по прошествии времени конечно же включился херес наконец я ожидал этого включения и вот сухофрукты таки проявились но они светлого плана что такое абрикосовая курага возможно айва белые белые фрукты без темноты этот раз честно признаюсь что с водой на первый план выходят карамельно ванильные ноты кому по душе подобная вкусоароматика советую добавить но будьте осторожны сильно не разбавляйте иначе превратиться ваш ваша аквавита буквально святой источник этого мы конечно же не должны допустить потому что весь действительно хорошие лишняя болталка тут не нужно и вот появляется знаете легкая сырная нота и после вкуса и привкус листвы осенней то есть херес включился таки очень пикантно получается я вам скажу и на финише вот это вот сладость из чуть-чуть солености типичный для оба нам очень к месту да это нас виски безусловно долгого послевкусия ожидать не приходится но скажу вам честно мне этот мол понравился больше нежели оба 14 хотя по идее он попроще у него нет вот этой имманентной сущности это не виски в себе это виски открытый задорный дружелюбный располагающий вам понравится как мне кажется начинающим ценителем молдов него нет вот этой специфической харизмы выдержанных виски от оба будь то 14 или 18-летний но такой стороны может она и к лучшему давайте почитаем немножко и будем уже закругляться single malt scotch whisky the west highland coastal malt то есть молд с побережья запад highland что что такое small cask вот единственное что хотелось выяснить читаем distilled in small batches and slowly married in our smallest casks for distinctly deep smoothness and fruity richness of flavor ну кстати надо отдать должное не слишком они тут расписывали производится маленькими партиями что значит маленькими партиями она может быть и 50 бочек может и 100 тут бабушка на двое сказала как говорится ну и естественно о какой по какая пошла в одни замечательная сейчас минутку отвлекусь ну и тут рассказывается о том что когда спирты соединяются до marriage process они их выдерживают не больших тубовых чана как принято а именно маленьких бочках small casks то есть обмены фирмой происходит в бочках small casks друзья не путайте это не четвертинки не quarter casks кстати четвертинки тоже могут быть разные по отношению к american standard barrel и по отношению к бац хересным бочкам но это я уже рассказывал об этом не буду повторяться так вот small casks в том в этом случае у нас конечно же подразумеваются 200 литровые бочки из-под бурбона насыщены все-таки молодцы интересное решение участвуют матурации их у нас бочки из-под бурбона свеженькие повторной заправки американский хокс хэдс и также бочки из-под хереса но здесь херес он подыгрывает на он не на первых ролях так что друзья и на из выиски очередной стоящее внимание претендент на то чтобы занять вашу полку который меня честно говоря впечатлил я рекомендую серьезно порой нужно признаться что мы слишком вот легко идем на поводу собственных каких-то предрассудков в плане виски заранее списывая в утиль довольно интересные молоты лишь потому что не знаю название не то упаковка не то пиар не удался да с нашей точки зрения ли на какой-нибудь там иннокентий генрихович великий самопоразглашенный эксперт сказал что это вообще не виски это ослигная моча ни в коем случае и вообще капля воды что такое производитель знает что делает он дал нам такой процент будем потреблять он дал нам процент 60 60 мы будем 60 пить просто так то есть и да вот эти вот эксперты особенно я замечаю что вот к сожалению на постсоветском пространстве в русскоязычном комьюнити близкий комьюнити ох пруд пруди этих психопатов с абсцессивно-компульсивным синдромом до которые непременно норовят вот свою тираду выдать и тыкнуть морды что называется в стакан ты не то пьешь ты пьешь не то ты пьешь с водой ты пьешь со льдом ну конечно же они вызывают улыбку в основном но тем не менее отталкивают многих не хочу сказать новичков но многих любителей виски которые только первые шаги на этом поприще совершают поэтому друзья еще раз хочу вам сказать главное не забывайте что главный виски эксперт это вы сами оставайтесь на канале дегустатора эти лучшие дегустации как вы знаете всегда впереди сланджа